Ну, то есть суть даже здесь не в деньгах, а в том, что количество людей, которые они выпускают, среднюю температуру по больнице никогда не поменяют. Среднее образование, как было, матом нельзя, плохим. Можешь, мне кажется, без мата мы не обойдемся. Разговаривая про образование, это уж точно, да. Всем привет, это подкаст HomeSite. Меня зовут Лев Пикалев. В этом подкасте мы встречаемся с разными людьми из HR, не всегда из HR индустрии, и говорим с ними о всяких интересных нам вещах. Вот, и сегодня у меня в гостях, на самом деле, человек, который уже был у нас в гостях в нашем подкасте. И я жутко рад, потому что я до сих пор вспоминаю этот разговор, мне он очень нравился. И сегодня опять Нарека Сликян. Раньше я представлял Нарека как человека из Amazing Hiring, а сегодня представлю как человека сооснователя Armenian Code Academy. Привет, Нарека. Привет, Лев. Спасибо за приглашение. Рад здесь быть. Да, рад тебя снова видеть. Просто офигенно. Давай, наверное, так. Все-таки для тех, кто наш прошлый выпуск не слушал, хотя идите и послушайте, но тем не менее, расскажи немножко про себя. Что ты, вообще какой-то трек карьерный, вообще такой вкратце, просто какие-то основные поинты про тебя? Карьерный, который сильно перетекается с жизненным. Если вкратце, то я 13 лет как работаю в области HR в целом. То есть начинала я карьеру со стороны employer-брендинга. Но начиная с 2015 года у меня появилось два новых трека. Параллельно с моим партнером в Армении я основал Armenian Code Academy. И практически одновременно я присоединился к команде Amazing Hiring и углубился в сорсинг. Соответственно, так и получилось, что последние 7 лет моей жизни они как раз ушли в технический рекрутинг и в техническое образование. И все это сосуществовало параллельно, чем разнообразило и сделало жизнь довольно интересной и интенсивной. Правильно понимаешь, что тогда, когда мы с тобой общались 3 года назад, уже Armenian Code Academy был? Да, да, Академия существовала. Просто я был вне операционной деятельности. То есть Amazing Hiring был основным местом концентрации сил, мозгов и так далее. Но при этом мой партнер руководил Академией и развивал ее в Армении параллельно. И, соответственно, так получилось, что в 2020 году я потихонечку начал переключать фокус на локальные проекты. Уже больше 5 лет я работал удаленно и потихонечку начал переходить в офлайн, в живую работу. Ну и тем более все больше места в мозгах начало занимать образование, а не регротмент. После этого, соответственно, мы полностью сконцентрировались на образовании. Уже в начале 2021 года, с января я полностью переключился на Armenian Code Academy. И если совсем такие вводные дать, почему это интересно и почему об этом вообще-то разговаривать, система образования советская, она дает свои отголоски громче всего, когда мы говорим про современную науку, либо про современное IT. И насколько образование, высшее образование позволяет давать готовых к рынку специалистов. И из-за того, что она никак не справляется, как правило, поэтому и существует масса инфобизнесов, которые зарабатывают неплохие деньги на том, что людям просто нужно чему-то доучиться, потому что они поняли, что после выпуска они не готовы к рынку труда. В 2015 году мы решили этот тренд немного сломать. Мы сделали оффлайн-курсы по программированию, которые подточены под работодателей, платные курсы, на которые нужно еще поступить. И конкурс примерно 10 человек на место. Это немного озадачило людей, то есть как это вы хотите заработать деньги, но у девятерых из десяти вы не берете эти деньги. И поставили как раз тренд на качество, что мы должны гарантировать то, что мы выпускаем. И создали неплохой имидж именно на рынке работодателя, а не на рынке людей, которые хотят учиться. И в принципе с этого дня становились все больше агентами рынка труда, агентами работодателя, а не студентами. То есть вы по сути такой стали… Ладно, это плохое слово «outstuff». Ну, в общем, обычно какие-то большие компании, они, чтобы решать проблему кадров, сами у себя внутри создают академию. И дальше, собственно, таким образом выращивают кадры. Но как бы это требует очень большого количества ресурсов, на самом деле. То есть это не все компании могут себе позволить. А вы, получается, как бы эту часть воронки, если грубо говорить, берете на свою сторону, и дальше уже и как бы у вас… Это прикольная модель в смысле, что вы не просто распространяете образование, каким-то способом, а как будто вы сразу встраиваетесь в конечную цель этого образования. Так это звучит или как-то по-другому? Все верно. Все верно. То есть мы аутсорсим фактически ту часть, которая связана с астрировками, и готовим людей уже на стадии онбординга в компании, которые уже технически готовы. Но здесь еще есть момент, связанный с тем, что каждая модель, которая связана с образованием… То есть если мы сейчас будем смотреть на рынок образования, качественного образования, очень часто мы встретим либо государственные какие-то учреждения, либо нон-профит, то есть какие-то НПО, которые защищают интересы студентов, либо преподают, либо предоставляют образовательные услуги, ставя акцент на качество. Для меня было важно, чтобы всегда все это превращалось в бизнес. То есть если это не приносит прибыль, оно будет неустойчиво, и рано или поздно будет обслуживать очень нерациональные интересы. И задача у меня была найти то заинтересованное лицо тех стейкхолдеров, грубо говоря, которые готовы платить за качественных выпускников. Было понятно, что это в первую очередь работодатели, а не государство, не вузы, не кто-либо еще. То есть здесь есть заинтересованные три стороны. Есть образовательные учреждения, то есть мы есть работодатели, есть студенты. Их всех нужно было привести в одно поле, чтобы они вместе говорили на одном языке, у них были общие интересы. И по факту мы впервые дошли до этого в прошлом году, когда запустили буткампы. Это модель образования, когда студент не платит за свое обучение, не платят сразу. Ему гарантируется трудоустройство, как только он трудоустраивается после курса, как только его зарплата превышает определенный уровень, только после этого он начинает платить процент зарплаты. Если он не находит работу, он может не платить. То есть фактически мы взяли на себя вот эти все инвестиции вначале, чтобы предоставить это обучение, взяли на себя риск, что мы подготовим людей, которые могут потом трудоустроиться, и отслеживали потом карьеру этих людей. И в чем нонсенс, вернее, такой позитивный парадокс, в том, что только в такой модели все три заинтересованные стороны, то есть работодатель, студент и мы, хотим, чтобы студент как можно быстрее разбогател. Да, тут еще, кстати, интересно, потому что, ну если просто, например, это была бы модель, когда вы берете, хотя она не сходимая, но если пофантазировать, что, типа, вы берете деньги за кадры у компаний, которые обучаете, ну тогда пропадает история с, ну, условным договором между образованием и студентом, потому что это тоже важная часть образовательного процесса. Что-то, как бы, есть некоторый коммитмент, который, может быть, выражен много в чем, но, как бы, в деньгах самое, ну, очевидное, что ты, типа, идешь преподавателю, платишь ему деньги, и это тоже одна из вещей, которая тебя, как бы, не дает тебе рассосаться, как говорится. Я, возможно, скажу некоторые вещи, которые более релевантны для армянского рынка, но все же. Ситуация тут такая, что если поискать бесплатное образование, можно очень просто себе найти какие-то возможности научиться чему-то бесплатно, но, на мой взгляд, образование должно быть платным, то есть человек должен инвестировать в себя и почувствовать то, что он что-то на себя потратил, и он требует что-то взамен. То есть не просто пойти в школу... И от себя в подушке. Да, да, да. И, как бы, он сам начинает больше инвестировать времени, когда он заплатил за что-то. А меньше дропается, то есть середина он не сваливается курса, потому что он все-таки заплатил за этот курс. Даже в таких ситуациях, когда у нас есть, например, студенты, которые приходят к нам, и по факту у них есть скидка, ну, допустим, это ветераны войны, на всем армянском рынке зачастую они получают просто стопроцентную скидку. Мы решили эту скидку сделать с 90-процентной. Те 10%, которые они платят, они, ну, минимальны, они вообще никак не влияют на качество жизни человека. Тем более, что образование очень дешевое. А вы эту скидку пробовали? Вы тестировали? То есть, словно, у нас было бесплатно, а потом вы 10% сделали и увидели разницу? Нет, нет, разницу мы сразу шли в сторону 90%. Стопроцентные скидки мы не даем, и в этих случаях мы это называем scholarship, и, как правило, это покрывает работодателя. То есть, когда работодатель говорит, я заплачу за образование каждого, пусть они приходят учиться бесплатно, да, в таком случае они получают стопроцентную так называемую скидку. А это влияет на качество образования? Это влияет на количество людей, которые подаются. То есть, есть такая компания, я не знаю, ты слышал про нее или нет, Крисп, это армянская компания, которая создала механизм шумоподавления. Да, да, это магия абсолютно, кстати. Я не знал, что она армянская. Да, и здесь прям создавались с нуля полностью. Два кофаундера, один из них из США переехал в Армению, и вместе со своим локальным партнером они создали компанию. Сейчас у них там 200 сотрудников тут, и мы вместе с ними делали программу стажировки. Ну, представь, на стажировку по JavaScript, ну, то есть, там, это не какой-то диплёрник или data science, или вот что-то такое, что триггернуло бы всех. Болг-болг какой-нибудь, типа. Просто обычная, по-моему, если я правильно помню, full stack стажировка, на нее подались 1600 человек. Нам нужно было выбрать 20 человек, которые будут учиться в этой группе. Через два этапа экзаменов, техническое задание и интервью. То есть, мы проскринили 1600 человек. Вау. И когда у тебя есть возможность выбирать из 1600, естественно, ты выбираешь лучших, и, естественно, эти 20, они были супергероями. И как бы среди них были олимпиадники, которые пришли становиться full stack разработчиками. Блин, это дико интересно, в смысле, что это просто немножечко по-другому. Ну, короче, следующий уровень регрузинга, потому что, когда ты в привычной модели находишься, у тебя есть, значит, этап, где происходит встреча работодателя и специалиста, и он предполагает, что специалист, он до этого пошел там, заплатил деньги, поучился, пошел там, что-то узнал, прошел с кем-то, где-то поработал. А здесь, получается, вы как бы их выращиваете, то есть этот этап воронки, это их встречи, он перемещается сильно раньше, позволяя как бы не плодить, ладно, я сейчас плохую вещь скажу, но в целом не платить безработицу, не оплачивать ее, потому что как бы научиться, можно пойти научиться чего-то не очень хорошо, не очень правильно, иметь какой-то бэкграунд не очень хороший, из-за этого какие-то ценности не тебе приобрести, именно профессиональные, вот, а вы как будто вот их подхватываете там, и вот берете и отбираете из тысячи, ну, блин, просто эта воронка очень впечатляющая, то есть это как бы редко у кого бывает такая воронка, если это не масс найм в найме. Мне кажется, для полной картины тебе нужно представить цифры, которые есть тут на локальном рынке, я не владею российскими, но у нас в этом году будет 4 тысячи поступивших студентов в 2022 году из 20 тысяч аппликантов, то есть у нас сейчас 20 тысяч человек подаются в год к нам, чтобы учиться, мы из них выбираем 4 тысячи, которые проходят все этапы, но самая, наверное, пессимистичная цифра, это 12 тысяч, это количество аппликантов во всех вузах Армении вместе взятых. То есть к нам подаются учиться почти в два раза больше людей, чем во все вузы Армении вместе взятых. А это, ну, как бы вы не застрелили, вы только на локальном рынке присутствуете, то есть эти аппликанты, это не люди из других стран, не могут такого, не может такого быть? То есть это только... Ну, очень редко, это процента 2, а не больше. Ну, в смысле, у вас нет какого-то барьера, ну, просто так и получается, что это внутренняя история. Это внутренняя история, образование пока что на 90% на армянском языке, поэтому, да, это внутренняя история. Максимум мы привлекаем людей из диаспоры, но у нас есть планы по выходу на зарубежные рынки тоже. Ох, это... Слушай, а это получается, что то, что ты сказал, это такой индикатор, конечно, вот этой прохудившейся системы образования в целом. Да, то есть никто не хочет идти в вузы. То есть в вузах конкурс на место, если составляет 2 к 1, то есть 2 человека на 1 слот, это уже прям суперпопулярный факультет. А скажи, пожалуйста, у вас... Я просто тоже, я не знаю, как устроена Армения, интересно с этой точки зрения, что в какой-то момент было принято идти получать высшее образование? Потому что в России была ситуация, когда типа это, ну, как бы какая-то вот от родителей шла тема, иди, значит, диплом, там, ты-ты-ты-ты, высшее образование. Дальше получилось так, что типа у 99% людей есть высшее образование, но как бы знаний и вообще связи образования с профессией последующей очень незначительные. Вот. У вас какая-то похожая ситуация была? Я поступал в МГУ в 2006 году, и чтобы ты представлял, насколько заостренная была эта ситуация в Армении и в армянских семьях, это была вот главная просто жизненная цель, то есть поступить вот в это здание со шпилем, и там, не знаю, потом всю жизнь гордиться, что... и я должен гордиться, что я там учился, и мои родители должны гордиться, что я учился. То есть высшее образование как таковое и престижное высшее образование — это как будто бы самый главный мейлстон был в жизни армянского родителя, высшее образование для своего ребёнка. Со временем это, конечно, начало снижаться, потому что все видели просто, что люди пошли учиться, они ничему не научились, они посреди образования ещё и пошли в армию, вернулись, например, и в конце вышел человек, который не востребован на рынке труда. И как бы приходит понимание, осознание того, что, наверное, это не самая обязательная вещь, если мой сосед, он не учился, но при этом он ушёл в какую-то сферу или сам чему-то там научился, и сейчас зарабатывает намного больше. При этом это очень печальная вещь, то, что мы говорим. Я сейчас абсолютно ни в коем случае не хочу подмены понятий, что краткосрочное образование на каких-то курсах или буткампах может заменить фундаментальные знания и тот опыт, который даёт высшее образование. Это вообще, честно говоря, я просто сейчас тоже для контекста, я, значит, переехал в Израиль жить, я пытаюсь здесь разобраться, как здесь устроена жизнь, потому что я чувствую свою связь с этим местом, но пока, ну, типа, как подросток себя чувствует, потому что, вау, ну, как бы ты вроде всё привычное, с одной стороны, с другой стороны, ты пытаешься понять, как разные сферы устроены. И, честно говоря, ту ситуацию, которую ты описываешь, и та ситуация, которая в России, видимо, в Армении, в странах СНГ, с образованием, ну, это катастрофа. В смысле, если говорить об этом честно, это катастрофа. И школьное образование, и высшее образование, и подходы, и, ну, не знаю, меня просто от этого прям, ну, мне грустно очень от этого, как минимум. То есть, что, условно, есть такой ресурс у государства в целом, на то, чтобы эти вопросы решать, очень, ну, именно фундаментально как раз. Но в итоге этот вопрос решается с помощью частной компании. В итоге. Ну, в образовании, в принципе, корень очень большого количества, даже не очень очевидных проблем. Без государства это все равно будет сложно сделать. То есть, в какой-то момент либо частные организации покрывают дыры и дают какую-то элиту. То есть, если посмотреть, например, на армянский рынок среднего образования, здесь есть шикарные, просто частные школы. Шикарные не в плане обустройства и так далее, а в плане качества. То есть, люди приходят даже из-за рубежа, чтобы учиться в армянских частных школах, которые здесь по международным моделям были построены и были запущены. Повлияло ли... Типа демократического образования, всякие... Вальдорфская схема, схема международного бакалавриата, международные там школы, филиал Стэнфордской школы и так далее. То есть, они все здесь есть, и они довольно хорошие. Но как это влияло на... Но это для очень обеспеченных людей. Ну, например, школа Айб, которая, можешь потом погуглить, одна из самых крутых школ, А и краткая Б. Там для старших классов, например, есть сколоршипы, то есть, когда стипендии. То есть, если ты поступаешь и доказываешь, что ты не можешь платить, за тебя платят спонсоры, чтобы ты учился там. Ну, то есть, суть даже здесь не в деньгах, а в том, что количество людей, которые они выпускают, среднюю температуру по больнице никогда не поменяют. Среднее образование, как было, матом нельзя, плохим. И можешь, мне кажется, без мата мы не обойдемся. Разговаривая про образование, это уж точно, да. Поэтому то же самое у нас. То есть, если мы будем готовить 4 тысячи выпускников, из которых, ну, там, до конца дошли, до последнего уровня. Да, вот, кстати, какая воронка дальше? Воронка не маленькая, там, где-то 70-80 процентов они заканчивают образование. Но история больше про то, что есть люди, которые пришли, взяли себе introduction, какой-то курс, и обучались там. А есть люди, которые хотят взять себе профессию и войти на рынок труда. Таких уже около 40 процентов. То есть, около полутора-двух тысяч человек мы даем специалистов. На рынке сейчас, допустим, 30-40-50 тысяч специалистов на технологическом рынке. Если мы будем давать 2 тысячи, это будет все равно капля в море, если учитывать, что у нас других там индустрий, у которых... Вот, вот, да, как раз я хотел сказать, что с одной стороны, просто это такая система, которую ты описываешь, это все равно система выращивания элиты. Просто раньше элиты была там, не знаю, кто раньше был элитой, черт его знает. Ну, какие-нибудь выпускники международных отношений в какой-то момент были элиты. Ты как-то сказал раньше, а в средние века пошел, наверное, да, у меня там... А, ты, собственно... Да, у нас таймлайнер... Но, в общем, появилась IT-сфера, которая сейчас там самая быстро развивающаяся, самая денежная, ну, если так говорить про... Ну, и как будто все-таки пара входа там довольно высокий, но как будто все так туда хотят, что, в общем, вполне реалистичный. Но кто будет лечить, кто будет, типа, учить, кто будет, не знаю, ну, делать, быть инженером, потому что понятно, что вы учите IT-специальности, но, да, мир состоит не только... Ну, короче, вот это тоже, это все какое-то привидение. Я не знаю, просто, есть ли сейчас уже коллапс всего этого, но как будто бы, если его еще нет, то он довольно близко. Он очень близкий, он напрямую связан с возрастом текущих врачей, геологов, химиков, инженеров, технологов и так далее. То есть самая большая текучка в этих институтах и в этих учреждениях, мне кажется, связана со смертностью населения, учитывая средний возраст таких людей. Таких специалистов. И мы просто потихонечку теряем, согласен. И никогда буткампов для кардиологов, офтальмологов, типа научись делать операцию всего за три месяца, а потом плати свои зарплаты. Я еще представляю рекламу в Инстаграме. Стань хирургом за три месяца и получи гарантированное трудоустройство. Ну, как бы, как маркетируют разные образовательные компании. Ужасно это все? Да, перейдем о веселом или не будем? Погрустим еще. Ну, в целом, мне, наверное, интересно, раз мы уже здесь. Я сейчас еще поспрашиваю про то, как вы устроены, потому что суперинтересно. Раз мы уже здесь, значит, столкнулись с этой катастрофой, какие у тебя мысли, как это может поменяться? Ну, то есть вот, типа, давай позитивное мышление будем. То есть что-то должно произойти, чтобы на самом деле, ну, короче, мне еще просто кажется, сори, может быть, это такие мысли странные, но мне кажется, что чрезмерное увлечение страны стартапами и, значит, выращиванием разработчиков. Это, с одной стороны, классная история, она классно там про налоги, про инновации, про всякое еще, но она в целом как будто бы выжигает обычную жизнь тоже. Ну, то есть это можно видеть на примере, я не помню, кто-то мне рассказывал про то, как социологи считали, что происходит после того, как в стране случается, ну, точнее, в конкретном месте происходит, типа, там, условная Кремниевая долина, что у тебя, как бы, дальше это все выжигает общественное пространство вокруг, потому что все становятся разработчиками и, как бы, нету места, то есть все становятся обслуживающим персоналом вот этих классных элитных ребят, которые, значит, пишут код своих стартапов, потому что это очень неравномерная система получается, что это с точки зрения стратегического для развития города, для развития страны должен быть какой-то баланс. Сори, что я так в какую-то другую область зашел. Не, хорошая история, но здесь вопрос, того, что ты взял экстремум, то есть Сан-Франциско, Кремниевая долина, естественно, это такой антирай и никак не может быть хорошим местом для жизни не айтишника и человека, не обслуживающего айти. Но, например, если мы говорим про Москву, либо Тель-Авив, либо Ереван, в этих городах сконцентрировано очень большое количество айтишников и очень большое количество стартапов, которые рейзили деньги за рубежом в той самой долине. Что происходит в этих городах? Никогда не получится так, что город заполонят айтишники. Но с другой стороны, когда у тебя до этого, я сейчас говорю уже про Ереван, больше трех тысяч долларов в месяц зарабатывал один процент населения города, а после технологического бума, например, зарабатывает там пять процентов, либо десять процентов населения города, у тебя появляются соответствующие потребности не только в кафешках. То есть, да, обслуживающие кофешопы, барбершопы и антикафе, и каворгинги и так далее, это одна история, которая напрямую обслуживает айти-сферу. Но у них появляются абсолютно другие запросы на рынке недвижимости, у них появляются абсолютно другие запросы на рынке образования, начиная с детских садов, заканчивая школами. Да, и они повышают, на самом деле, рынок же еще есть во всем этом, что повышается спрос на жилье, повышаются цены на жилье, повышаются цены на жизнь в целом. Здесь главное не про цены на жизнь, а главное про повышение планки качества жизни. То есть, здесь еще и вопрос ролевых моделей, понимаешь? Не нужно отрицать, например, что если мы говорим про, например, российские регионы, либо про страны СНГ, регионы в странах СНГ, ролевая модель зачастую это преступник, это криминальный авторитет, это не айтишник, это не бизнесмен. Мы еще во многих местах живем в 90-х. То есть, те, кто уезжают в глубинку, например, и общаются с людьми, они понимают, что мы до конца это не изжили. И айти в этом случае является для меня вот этим спасителем. Социальным лифтом таким. И социальным лифтом, и спасителем в плане ролевой модели. То есть, если человек раньше смотрел на тонированный джип и думал, что вот я хочу вот стать вот им. Сейчас они смотрят на Теслу и говорят, вот я хочу стать им. И что-то да, он такой весь более вроде как расслабленный и что-то вроде как ни с кем не дерется. Кроссовки у него белые, а зарабатывает он больше. Блин, это, кстати, вообще очень интересно про ролевые модели, да. То есть, айти он меняет не только то, что он платит больше налогов. Или там, например, в Армении они не платят больше налогов. Здесь даже льготы, они такие, что, то есть, часть компаний практически, ну, то есть, отделываются мелочами. Другая часть компаний, они рейзят деньги в долине, открывают юрлицо в США, платят налог со своей выручки или с прибыли. В США, в Армении, платят только налог на зарплату, на фонд оплаты труда. То есть, грубо говоря, даже если это юникорн, он все равно в Армении будет платить не со своих юникорнских денег, а он будет платить с налога с фонда облаты труда своих 500 или 1000 сотрудников в Армении. Налоговая история здесь даже может быть второстепенна, но история про импорт знаний и компетенций, импорт талантов, потому что в другие отрасли пока что не очень хорошо у них получается привлекать людей из-за рубежа и привлекать знания, компетенции, ноу-хау, R&D офис и даже оборудование. Ну да, но тут еще вопрос маржинальности, конечно, в смысле, что редко можно представить такую маржинальность, как у IT. С одной стороны, с другой стороны, наверное, когда мы просто много чего не знаем, какой-нибудь рынок соли, я имею в виду просто поваренной соли, я думаю, там такая, блин, маржинальность мощная. И обязательно есть какое-то нерациональное или коррумпированное зерно в цепочке. Абсолютно, да, это вот, возможно, да, кстати, это тоже интересно, потому что наверняка это тоже один из поинтов, почему, в общем, они не могут быть конкурентоспособными. Возможно. Вопрос о том, почему коррупция плохо. Да, ну, естественно, здесь очень многое поменялось. Да, сори, мы говорили про... Первая часть вопроса была про то, как решать проблему. Да, как ты смотришь на то, как ты можешь решаться. Но, мне кажется, очень важно, что мы проговорили эту часть, потому что это контекст дает. У меня всегда был настрой, что нужно чинить, нужно заниматься тем, чтобы улучшать то, что есть вокруг. И в том числе поэтому и очень вовремя мне поступило предложение попреподавать в Ереванском государственном университете пару месяцев на магистрской программе. Так вот, эти два месяца преподавания в основном в УЗИ страны меня убедили, что нет, ничего не нужно улучшать, нужно просто сжечь дотла просто то, что есть сейчас, создавать новое на этом месте. И это будет намного более рациональным решением, чем реформировать то, что есть сейчас в плане образовательных институтов, потому что проблемы намного глубже. Они не про то, что у нас недостаточно специалистов, они не про то, что бренд университета и высшего образования недостаточно хороший. Глубокая проблема в том, что есть со всех сторон апатия просто и у студентов, и у преподавателей, и у государства, и просто все не знают, что с этим делать. Никто не знает, зачем он это делает. Не тот, кто приходит учиться, и не тот, кто приходит учить. Поэтому, когда мы говорим про что-то новое, то я вижу это либо в пол... Ну, то есть, единственное, где я это вижу, это создание новых университетов. То же самое связано с Armenian Code Academy. Я вижу будущее в том, что мы не заменяем университеты, говоря, что вам не нужно это фундаментальное знание, вам не нужны софт-скиллы, которые вы добываете во время обучения в университете, вам нужны просто краткосрочные курсы, чтобы пойти зарабатывать деньги. Нет. Но точно я вижу, что мы должны создать с нуля университет по новым абсолютно нормативам, которые мы видим, что они необходимы для рынка труда и для международного рынка труда, а не просто для галочки на постсоветской бумажке. А, то есть, с другой стороны, государство ставит гигантские деньги на то, чтобы поддерживать вот эти вузы, которые, значит, находятся в перманентной апатии со всех сторон. Ну, и непонятно, что делать там с людьми, которые там трудоустроены. и это же большое, это много тысяч людей, которые там, собственно, работают, и вот что с ними делать, непонятно. И насколько скорость прироста вот этих новых университетов может, ну, короче, какая-то есть точка сходимости, где у тебя как бы не две системы ты поддерживаешь государственными деньгами, а типа у тебя как-то что-то происходит, что-то меняется, что у тебя старой крови становится меньше, чем новой крови. Сложный вопрос, потому что функцию государства, кроме как в создании стратегии, зачем развивается образование в стране, я в другой части не вижу вообще. То есть государство, оно должно говорить, нам нужно хорошее образование, потому что страна идет вот к этому майлстону, который будет через 20 лет. Вот мы через 20 лет хотим стать технологическим хабом, который независим, который сильный, у него есть такие-то метрики, которым мы должны достичь, мы должны привлечь большое количество, например, иностранных специалистов и стать хабом для международных талантов и так далее. То есть ставить какие-то цели, желательно более измеримые, а не то, что я сейчас bullshit какой-то сказал. И после этого спустить это, грубо говоря, к стратегам в сфере образования, которые уже создают образовательные и программы, и университеты, которые помогут нам к этому прийти. То есть только вот эта стратегия и нужна со стороны государства. Не, ну бюджет еще же... Это очень сложный вопрос. Нужно это делать частными, сферсированными, либо полностью зависимыми. Потому что когда ты даешь бюджет, у университета появляется KPI, количество студентов, по которому считается этот бюджет. То есть чем больше я найму, грубо говоря, студентов в следующем году, тем больше мне государство даст. И если государство мне дает за каждого студента, почему мне не попилить? Ну да, тут это вообще, это, конечно, фундаментальная какая-то история. То есть лучше создавать какие-то эндаументы, лучше создавать какие-то фонды, которые поддерживают университет, лучше создавать программы, например, займовые программы. То есть государство дает не деньги из бюджета, а дает в долг. Например, за каждого студента она дает в долг 10 тысяч долларов. Или, например, 50 тысяч долларов за каждого студента, но в долг, потому что университет переходит на модель income share, то есть о которой я говорил, с гарантированным трудоустройством. А потом уже студент возвращает в эндаумент фонд процент со своей зарплаты, потому что за него заплатило государство или университет дал ему стипендию. Ну да, это, кстати, интересная модель может быть. Либо, ну вот я вижу, как по Израилю, например, здесь довольно много всяких, есть всяких от государства возможностей, которые создает гражданам. В частности, по-моему, у меня даже, вот я сейчас сюда переехал, я уже гражданин много лет, но как бы я сейчас приравнен, по сути, к новому репатрианту, потому что я не получал всех тех пособий. Вот, и у меня есть, по-моему, там что-то я могу как-то это все сделать, чтобы у меня было 7 тысяч шекелей на то, чтобы пойти и поучиться. То есть это как бы государство дает, оно, это причем можно в чат, здесь Яндекс.Практикум, по-моему, все захватил, вот, и государство может заплатить Яндекс.Практикум, но Яндекс.Практикум сам как бы вообще-то коммерческая структура, которая и от государства что-то может взять, и сделать программы как бы B2C, B2C-шные, ну, условно, что как будто бы здесь действительно не хватает ни единой точки финансирования, вот, если мы говорим про государственные вузы, потому что они становятся сразу не конкурентной способностью, она просто в том, что ты как бы деньги получаешь почему-то не по рыночному. Ну, то есть если мы говорим сейчас про фундаментальных, например, теоретическую физику, либо про врачей, либо про какие-то более естественные и фиксированные науки, скажем так, с более большим фундаментом, который нужно предоставлять, это одна история. Конечно, образование должно быть гибким и менять, и быть в курсе того, что происходит вокруг, в мире профессионалов, уже, например, профессиональных врачей либо профессиональных химиков. Но если мы говорим про технологическое образование, оно должно быть в 10 раз более гибким. То есть когда мы говорим про, например, высшее образование computer science, окей, мы можем учить математики, научить алгоритмическому мышлению, не знаю, структурам данных и так далее, и потом немного английскому и каким-то соцскиллам. Но если мы будем учить, если у нас цель готовить людей к рынку труда, а мы не в курсе, что там сейчас вообще популярны на рынке труда, а будем работать по программе, которую разработали три года назад. Это еще хорошо, если три года назад. Но здесь вопрос того, что да, на ремоуте люди все равно скорее всего себя найдут. Но если мы возьмем и будем учить не тому, что, например, сейчас не популярно, потому что уже есть более быстрые технологии, никто не пользуется этим языком программирования либо этими технологиями, то мы выпустим человека, которому все равно придется доучиваться. Поэтому здесь вопрос в другом. Насколько реальный университет должен учить? То есть если мы говорим про высшее образование, должен ли он учить языкам программирования? Или он должен все-таки просто давать ту базу, после которой любая технология для выпускника это будет просто вопрос недели? Ну да, это еще как будто бы большая часть истории с ВУЗом. На самом деле, я думаю, ты в МГУ это видел. Это же еще очень сильно про комьюнити в итоге и про то, чтобы помимо фундаментальных знаний еще кайфануть. И это как бы важная часть образования. Просто, ну, как бы, да, надо как-то кайфы расставлять определенным образом. Расскажи, наверное, как вы устроены. Мне очень понравилась история с бизнес-моделью и вообще вашими цифрами воронки звучит впечатляюще. Вот. А как это изнутри все? Типа, может быть, наверное, как это появилось и к чему сейчас пришло? Расскажи. Изначально мы создавались B2B-компания, которая будет готовить таланты для ведущих работодателей. Дефицит талантов был, но мы не рассчитали одну вещь, что всем нужны были только сеньеры. Никому не нужны были джуны. И вот 5-6-7 лет мы просто убеждали компании, чтобы они делали программы стажировки, что сеньеров они могут хантить и дальше, но никогда не нахантят столько, чтобы они еще и оставались лояльными. Помнишь историю про Крисп, то, что я рассказывал? Есть еще одна компания, которая называется Adobe. Adobe – те самые, да. Они в Армении есть, и мы для них делаем чуть ли не каждый год стажировки. И так уж получилось, что, ну, процент точно я не назову, но от 80 до 90 процентов людей, которые были наняты за последние 4 года в Adobe после стажировки, остались в компании. То есть, для разработчиков не менять работу 3-4 года – это мой витон. Обычно меняют через год-полтора-два в мире. Но если ты сам готовишь этих людей, ты вкладываешь в их образование, потом их нанимаешь, они более лояльны тебе, они надольше остаются. В итоге сейчас, что мы имеем, у нас, в принципе, вся компания поделена условно на 3 части. Есть условная B2C-часть, B2B-часть и давай назовем ее стартап-инкубатор. То есть, B2C-часть – это те регулярные обычные курсы, которые мы проводим, плюс Bootcamp с Income Share Agreement, когда нам платят после того, как трудоустроится. B2B-часть – это кастомизированные стажировки, которые мы проводим для компаний, либо внутренние тренинги и корпоративные университеты, white label корпоративные университеты. То есть, там приходит банк, например, либо другая IT-компания говорит, у меня нет времени и нет компетенции для того, чтобы совать внутренний университет, чтобы обучать своих сотрудников новым технологиям, либо чего-то еще. Мы за них это делаем, white label, то есть, необязательно даже светить наше имя. А, даже так? Да, просто организуем все под капотом. Это основной источник нашего финансирования. То есть, фактически, больше всего денег мы зарабатываем от компаний, чтобы не перебарщивать с ценами на обучение для физлиц. Блин, слушай, я просто восхищаюсь этой бизнес-моделью. Она очень сложная, она очень сложная, то есть, ты должен очень много держать в уме, потому что параллельно мы все еще и тратим на третье направление. Я называю стартап-ингубатор, но это вообще не стартап-ингубатор, это скорее... Скажи, а вы инвестиционные или нет? Нет, мы самофинансируемые. То есть, это все еще... А когда все сошлось? Сразу. Просто мы медленно росли. Обожаю. Обожаю. Нет, срослось сразу, ну, сразу, я имею в виду, через 3-6 месяцев. Просто мы... Ну, типа, сошлась экономика. Да-да-да, просто темпы были не такие, что мы сразу... То есть, мы этих цифр достигли за 7 лет все-таки. Если бы было за год либо за два, да, там нужны были миллионы долларов инвестиций точно. Понял, да. Блин, ну, модель, конечно. Тогда, значит, инкубатор. Да, ну, инкубатор проектов, давай назовем его так. То есть, у нас шило в заднице, и мы не можем никак говорить нет, когда у нас появляется мысль интересная. Поэтому мы в этом только году запустили второй офис в регионе, в Анадзоре. Он такой полуубыточный. На его основе создали коммерческий фонд, который будет финансировать студентов из регионов. Параллельно мы запустили Leadership in Tech Academy, который полностью спин-офф и обучает инжиниринг-лидеров People Management и Leadership скиллом. То есть, это абсолютно другая история. И когда мы копали, в чем проблема рынка компетенций на IT-рынке. Клиния с управлением. Да, да. И сколько бы мы ни готовили специалистов, их все равно не удержат, потому что больше половины менеджеров, они либо не заслужены, либо они сами даже не хотели быть менеджерами, их заставили. И теперь им надо понять, что это вообще такое. Параллельно запустили для них скрестить, поженить, скажем так, технологический мир, международные лучшие практики управления и обязательно армянский мир. То есть, армянский менталитет, скажем так, либо особенности местного рынка. То есть, мы берем и, грубо говоря, апгрейдим локальных менеджеров, локальных фаундеров, чтобы они становились лучшими менеджерами. Вместе с этим в этом году запускаем сейчас Tech School. Это предзаписанные курсы с Teaching Assistance. Грубо говоря, 16 тысяч человек из 20 тысяч, когда мы не смогли поступить, но лишать их возможности доступа к качественному контенту на армянском языке не хочется. Поэтому мы сейчас записываем курсы, чтобы предоставлять их по крайне дешевой подписке людям, чтобы они могли для себя решить, могу ли я и хочу ли я вообще уходить в IT, моя ли это профессия или нет. Потом уже могут и к нам попробовать поступить и так далее. И последнее мы создали и сейчас запустили Jobboard, потому что мы поняли, что с этими волнами релокаций мы теряем большое количество талантов, которые не в курсе, какие есть предложения на технологическом рынке. Мы начали делать сначала за 5 дней организовали огромную экспо-конференцию для релокантов в начале марта. Потом каждые 3 месяца организовывали ярмарки-вакансии для того, и привлекали в основном релокантов на армянском рынке, переехавших из России, для того, чтобы они могли довольно быстро найти для себя на работу и остаться здесь. Для нас это крайне важно, чтобы мы смогли вовремя предложить что-то интересное профессионалам из России, чтобы они могли здесь остаться. Расскажи, пожалуйста, как вы находите преподавателей, то есть, кто учит на этих курсах, как это вообще устроено, и тут мы плавно перешли к теме, по сути, рекрутинга уже вашего. У нас команда рекрутмента состоит из 5 человек внутренне, в целом команда академии 42 человека, это без преподавателей. И около 250 преподавателей, которые, ну, все из них, никто из них не профессиональный преподаватель, который, например, изначально преподает в вузе, и мы его схантили из вуза. Все эти люди, это те, кто сейчас занимают позиции, ну, на практике они работают, пишут код, дизайнеры, продукт-менеджеры и так далее, и после работы они приходят и к нам и преподают, причем рейты, которые мы платим, то есть ставки, часовые ставки, которые мы им платим, они даже не конкурентны с тем, что они зарабатывают на своей основной работе, но у каждого своя мотивация. У этих 250 человек, которые приходят, у одного мотивация, например, разнообразить свой рабочий день, после того, как он целый день был в компе, немного пообщаться. У второго социалка, он хочет выращивать поколение хороших специалистов. У третьего это public speaking skills и улучшение и улучшение себя, грубо говоря, своих компетенций как преподавателя, как стори-теллера. А у четвертого структурировать свои знания, то есть человек пять лет занимался чем-то, но пока ты это не преподавал, ты это не знаешь хорошо, потому что тебе нужно это все структурировать, задизайнить курс и, например, преподавать, или это с нуля какой-то курс создается. Только после этого ты понимаешь, что у тебя все разложилось по полочкам. До этого ты просто делал по наитию это. Слушай, ну тут, кстати, интересно, ты перечистил мотивации, которые на самом деле еще про то, что человек это делает для себя. А если он делает не для себя, это очень краткосрочная мотивация. Но можно сказать, что это условно лучший из лучших преподавателей? Хороший вопрос. И да, то есть я к тому, что с одной стороны есть проблема образования, что очень мало денег и очень из-за этого как бы там и уровень педагогов низкий. Если мы говорим про общую систему образования и как бы конкуренция есть, но она как бы не за то, она за закрытие базовых своих потребностей. А тут как бы это богатые в целом ребята, условно обеспеченные, которые хорошо умеют зарабатывать деньги. Но вот те ли это какие-то суперпреподаватели, и как вы собственно выстраиваете так, чтобы методологически это все было хорошо и ну какая-то была какая-то планка держалась? Когда мы начинали, для нас было важно, чтобы это были лучшие люди на рынке. Ну по их бренду, по количеству лет опыта работы. Типа с днем, да? Да, да, да. Это вот прям ну сейчас эти люди это фаундеры либо кантри-менеджеры там огромных компаний. Но суть в том, что со временем мы поняли, что лучше меньше опыта, но больше мотивации и больше желания делиться со своими знаниями, чем, например, 10 лет опыта на позиции дектора. Здесь вопрос еще в чем? Человек, который ближе к студенту, он лучше расскажет этому студенту азы, чем человек, который в роли этого студента был 20 лет назад. И он уже забыл, почему тот не вдупляет. Я ему рассказываю, он что-то вообще не понимает. Как остроен отбор? У нас есть 16 практик. 16 назовем их для простоты факультетами. Но это не факультеты, это practice мы их называем. Это, допустим, факультет UX дизайна, факультет продакт-менеджмента, факультет DevOps и так далее. У каждого этого условного факультета есть practice lead. Это главный преподаватель. Человек, который отвечает за качество контента и человек, который отвечает за отбор и увольнение преподавателей. То есть, когда мы хантим преподавателей, мы сначала с ними проводим телефонный скрининг, рекрутер с ними проводит телефонный скрининг, чтобы понимать, насколько человек может вообще складывать слова в строчку, насколько его приятно слушать, насколько человек замотивирован, какая у него мотивация вообще быть преподавателем и какие-то другие более обычные вещи. И если мы говорим про следующие два этапа, это интервью с главным преподавателем, техническое интервью, и после чего пробное занятие, как правило. То есть, если только у человека есть большой опыт в преподавании, мы можем, например, пропустить этот этап с пробным занятием. Для какой-то из текущих групп мы просто гостевую лекцию организуем, и человек приходит и рассказывает про тему из текущего курса какой-то другой группы. Таким образом, мы их отбираем. Как вы понимаете, получилось или нет? Ну, типа вот проводит гостевое занятие и какие метрики? Эти два человека, программ-менеджер и практиц-лид, они присутствуют на этом занятии или на этих интервью, и они принимают решения. Ключевую роль вообще у нас в академии, наверное, занимает программ-менеджер. Это такой продуктовый менеджер образовательного продукта. Отвечает за, например, какое-то направление, за какие-то курсы. Их сейчас в команде, по-моему, 16 человек, программ-менеджеров. И, в принципе, этот человек, многостановочник, который отвечает за сотрудничество с рекрутерами, сотрудничество с преподавателями, с маркетологами, с технарями. У нас есть команда инженеров внутренние, с командой бездева, которая потом, например, помогает трудоустраивать выпускников. И непосредственно со студентами. То есть организует отбор этих студентов, организует все остальное. И вот человек, оркестр, который фактически отвечает за принятие решений тоже. То есть на этом пробном занятии, если ведущий преподаватель Practice Lead, он сказал, ну, чувак понимает, о чем он говорит. Он, в принципе, готов по компетенциям, по знаниям преподавать этот курс. Програм-менеджер со своей стороны смотрит и говорит, нет, он слишком резкий. Что-то он дерзко ответил студенту. Я попробую ему дать обратную связь. Если он исправится, мы ему сделаем оффер. Если нет, нет. Так, а интересно дальше, самый, наверное, в вашем случае важный вопрос, а где брать вот этих программ? Програм-менеджер стажировки. Ну, слушай, мы, как его, на своих ошибках, на ошибках наших клиентов мы учимся. То есть, как только мы понимаем, что нам нужна новая условно партия программ-менеджеров, мы объявляем стажировку, нанимаем по три, по четыре человека. И это абсолютно разные бэкграунды. То есть, к нам приходили люди с десятком лет опыта работы в абсолютно разных индустриях. Они хотят уйти в образование и иметь связь с технологиями. Чаще всего приходят недавние выпускники. Мы с ними делаем сначала телефонное интервью, потом дискуссионный клуб. То есть, мы зовем в закрытое помещение восемь кандидатов. И вот как мы сейчас обсуждали с тобой проблемы образования, мы спрашиваем, например, у них, в чем основная проблема образования в Армении. И смотрим, как они друг друга слушают. Мне вообще не важно, что они говорят. То есть, как они друг друга слушают, как они умеют вести разговор, структурно мыслить, обрабатывать информацию, которую там им дают собеседник. Молчат или там слишком много говорят. И вот после этого уже два интервью с нанимающими менеджерами и со мной, после чего нанимаем людей. А это высокоплачиваемые ребята? К сожалению, вообще нет. А что вообще в целом у вас вот по, если говорить про рынок Армении, насколько у вас у самих хорошие... Разработчики в Армении получают номинально в цифрах близкие к Питеру зарплаты, может чуть меньше, чем в Москве. Все, ну почему номинально, потому что реально они получают больше, если учитывать, сколько они тратят. То есть стоимость жизни намного ниже. А, ну в смысле соотношение стоимости жизни как бы... По-моему, где-то на 50 процентов дешевле сейчас. Раньше было два раза. Сейчас в Ереване жизнь на 50 процентов дешевле, чем в Москве. Но при этом только айтишники и сотрудники айти-компаний могут сказать, что у них довольно хорошие зарплаты. То есть остальные индустрии, как правило, они низкооплачиваемые. И это имеет прямой эффект на нас тоже. То есть, грубо говоря, так как в других индустриях люди зарабатывают не так много и страна не скажем так, что богатая, как минимум, если не бедная вообще. Мы можем, например, рейты ставить такие же, как скиллбокс ставит на свои курсы. То есть мы можем, например, преподавать лайв курс по питону, брать за это условные там 100-150 долларов в месяц со студентов, даже 100, реально 100. А потом смотрим, например, ну и преподаем, например, там 40 часов материала за два месяца. И там даже больше выходит вместе с практическими занятиями, намного больше, порядка 60-70 часов за два месяца. Потом я смотрю на какой-нибудь европейский сайт, даже там не самый дорогой, не швейцарский, либо голландский, английский, а немецкий какой-нибудь курс. И вижу, что там воркшоп на два дня по introduction на питон стоит 1800 евро. Ну окей. Мы за два месяца с них берем 200, а там за два дня 1800 евро. Изменилась ли ваша жизнь после 24 февраля? Жизнь обывательская в Армении очень сильно изменилась, но жизнь академии не очень. То есть у нас появилось несколько преподавателей, которые переехали. Мы не стали делать образовательные продукты для релацированных, потому что это было не очень рационально и очень сложно найти такое количество студентов, чтобы они легко попали в наш поток. Поэтому мы нашли несколько преподавателей, которые неплохо владеют английским и попросили их преподавать на английском. На русском мы не преподаем, потому что здесь есть уже дискоминация переехавших в Армению людей из, например, Ливана, Сирии, Ирана и других стран, которые никогда не сталкивались с русским языком. Мы не чисто постсоветская страна, то есть часть населения Армении, она из Ближнего Востока. Поэтому да, на русском мы не преподаем, на английском все увеличиваем и увеличиваем. Как обувательская жизнь поменялась? Город стал намного ярче. Ярче? Больше молодежи, больше, скажем так, жизни появилось, потому что приехали в основном активные, молодые, правильно мыслящие люди, то есть те, кто готов созидать. И если бы они оставались, что-то им мешало бы созидать, поэтому они стали переезжать в разные страны. Поэтому так получилось, что в Армению до этого в качестве туристов приезжали из России в среднем люди, которых привлекают коньяк и шашлык. Ну, если так слишком грубо выражаться. Сейчас приехали люди, которых привлекает IT, которых привлекает не потребление, но и созидание. И очень много нового здесь появилось, в принципе. Новых услуг, новых заведений, новые речи и так далее. Это в качестве того, это в качестве позитива, который появился. Вот, да, я как раз хотел спросить, в общем, что негативного. В качестве негатива это уже вопрос, уже не обывательский, а вопрос того, в какой новой реальности мы стали жить. Потому что, наверное, этот разговор вообще не то место, где можно углубляться и нужно углубляться в политику или в будущее различных стран. Но Армения очень хочет быть независимой и свободной, но все еще управляется со стороны разных ставленников Кремля, либо людей, которые боятся Кремля. Поэтому все, что сейчас происходит в мире, оно не может на нас не отражаться. И, к сожалению, мы вот все хотим прорубить себе тоннель на запад и быть свободными, то есть выстраивать свободное отношение с Западом, с Индией, с Израилем, с Россией, с Китаем и со всеми на равных. Но все еще являемся не субъектом, а объектом. Поэтому история, которая происходит сейчас в мире, она увеличивает риски для нас в будущем. То есть непонятно, где мы окажемся. А ты сам, ну вот если говорить про какие-то бытовые вещи, что-то бесит? В той картине, которую ты описал, что очень много людей приехало. Вот условно, ты как местный житель, тебя что-то раздражает во всем этом или нет? Знаешь, мне кажется, что уже нет. Потому что люди, которые приехали, они сразу поняли, где им нужно меняться. Условный пример. В Армении ты не можешь материться на улице. Ты просто не имеешь права материться на улице. Тебе сделают замечание, ну как минимум замечание. И сейчас вот матные речи на улице, я слышу все меньше и меньше русской матной речи. Но для Москвы это было нормой. И никто никому замечание бы не сделал за это. А здесь мне даже, ну то есть близкие друзья, с которыми я общаюсь, они говорили, что да, мне здесь уже сделали пару раз замечание, я уже не говорю матом на улице. Другой вопрос, что нужно не путать туризм с миграцией, да, так это говорят? Да, да, да. То есть, грубо говоря, если ты приезжаешь в страну даже на год, даже на два, либо даже на полгода, ты в какой-то мере должен приспосабливаться. Ну ты как минимум должен понять контекст, потому что, ну, я слышал, что многие не знают, например, про конфликты, которые есть у страны, какие-то точки напряжения, какие-то, ну, культурные особенности. Я по Израилю тоже сейчас вижу, что сюда приезжает довольно много же людей. И я сам сюда приехал, типа, два месяца назад. Ну и как бы, ну, моя задача здесь узнать, как здесь устроено все так, чтобы здесь ассимилироваться, на самом деле. Все это как бы... Никто ни на кого не обидится, если кто-то не слышал про условный гимнацид армян, условный про гимнацид армян или там про войну с Азербайджаном. Ну, если, понимаешь, с одной стороны, если ты не слышал, то окей, а если ты, например, что-то говоришь, что бьет в этот нерв, кажется, ты... Хорошо, чтобы ты знал про это. Если ты будешь говорить, их тоже можно понять, это их земля, например, или подобные вещи, или, ну, то есть, не до конца погружаясь в проблему... В суть проблемы, да. Да-да-да. Представь, если кто-то придет и скажет, что... Ну, ты же понимаешь, их же тоже можно понять, здесь они веками жили, поэтому они сейчас напали. Ну, да, тут как бы... Это уже будет абсурд. Я очень хорошо понимаю, потому что, ну, понимаешь, где я живу. Да, да, абсолютно такая же история и в Палестине, и в Израиле. Собственно, поэтому я не очень часто с этим сталкиваюсь. Возможно, это имеет место быть. Но другой вопрос, что нужно понимать, что тыквенные латы в 2 часа ночи... Ты слышал про это? Так у вас... Подожди, смешно, что это в Армению тоже пришло, потому что это как бы была чисто репатрианская история, которая здесь зафорсилась. Смешно, что она разошлась дальше. Да, она разошлась. Я на самом деле не знаю источник. Я просто понял сам тренд, что люди жалуются, что у них нет этой возможности за рубежом. Это была какой-то репатрианская группа в Фейсбуке, где девушка написала, что, господи, а где ваша в этом Израиле вообще купить тэквенелаты? Нигде не нашла. А это в Израиле было изначально? А, окей. Да, да, да. Вот, но, видимо, это... Я просто... Мы много обсуждаем с ребятами, почему это так зафорсилось. Но как бы это бьет в очень понятный нерв. Такой вот, типа, немножечко колониальный московский образ мысли. И это, видимо, ударило в какую-то прям действительно больную точку. Потому что это, с одной стороны, как бы смешно, ха-ха, все посмеялись, и мем из этого случился. А с другой стороны, это, конечно, ну, как бы любой мем, такой, ну, типа, какой-то связанный с реальностью. Он очень много поднимает реальных каких-то и проблем, и настроений, и всего такого. Интересно, что в Армении так же, что довольно логично. Я думаю, что в Грузии он тоже зафорсился этот мем. Мне кажется, его меньше. Ну, и может быть, у них есть тэквенелаты, я не знаю. Здесь другой вопрос, что какие у тебя ожидания? Когда ты уезжаешь в Израиль, у тебя одни ожидания, когда ты уезжаешь в Армению, которая представлялась везде всегда как такая южная дача, без особой инфраструктуры, такая отсталая страна и так далее. Потом приезжают люди и, например, видят какие-то технологические хабы, видят там крутые кофейни или там какие-то туристические места, зиплайны и так далее. А потом узнают, например, что Крисп — это армянская компания, а потом узнают, что Пиксарт — это армянская компания. И да, это там первый юникорн армянский — это Пиксарт. Это программа, которая фоторедактор с одним миллиардом установок. И потихонечку понимаю, что нет, они все-таки вроде как в каком-то месте находятся, где что-то рождается, где что-то создается. И наоборот, у людей, которые сюда приезжают с низкими ожиданиями, они чаще увеличиваются, реальность немного их радует. А когда, например, про Израиль ты слышал, что это ведущая страна во всем мире, она лучше Москвы, вернее, Тель-Авив лучше Москвы и так далее, а когда ты приезжаешь, не видишь тыквы Новолата, возможно, у людей такие ожидания создаются, когда они еще в Москве. Да, это сто процентов. Просто мне, на самом деле, тоже немного думаю про эту условно-культурно-экономическую аппориацию, когда ты приезжаешь. Меня, я помню, возмутило абсолютно, как какая-то вот в одной из первых волн эмиграции людей из России, отъезда, не знаю, там вопрос временности их ощущений, где, значит, какие-то дизайнеры собирали, значит, кронфайдинг на то, чтобы сделать указатели, значит, в Тбилиси на русском языке. И я думаю, господи, вы ебнулись, ребят. Вы, ну, типа, вот. И это, на самом деле, я как раз и говорю, что это такая штура, очень такая луковица очень большая, в которой, как бы, внешняя ее сторона, это, значит, смотрите, теквенелата, но внутри там закопано очень много контекста. Вот. И это, в общем, нам с этим разбираться всем, к сожалению. Я переехал уже почти семь лет назад, шесть с половиной лет назад в Армению после 22 лет в Москве. Для меня тогда, например, когда я переезжал, у меня была, я был готов ко всему, к апокалипсису вообще. То есть я просто понимал, что мне некомфортно в Москве, и то, что я там активничаю в диаспоральных средах, это все дерьмо, просто нельзя это делать. Нужно просто возвращаться и жить там, где ты должен жить или хочешь жить. И я переехал, и тогда уже понял, что то, что рисуется в наших головах, это не то, что есть на самом деле. В моменте, когда я встретился с представителем одного руководителя одной компании, а у меня было HR-образование, и мы что-то с ним разговаривали, я такой спрашиваю, знаешь, как будто из города в деревню переехал, говорю, а вам в вашей компании HR вообще бывают нужны? И он такой смотрит на меня, и такой, не, HR на самом деле нет. Я такой понимаю, блин, не про каналы, видимо, все-таки деревня. И он мне отвечает, говорит, нам бы человек, который в талант-менеджменте разбирается и может, не знаю, управлять компетенциями, а не просто кадровик. И тут я понимаю, что уже я не понимаю, что происходит. То есть... Да, это на самом деле, это интересно. Ну, в смысле, что это же все про кругозор какой-то. Ну, то есть, типа, какого черта ты должен считать... Ну, вот тоже, видишь, я вот удивился, Крис, армянская компания. Ну, как бы, это, с одной стороны, история про унификацию, потому что ты заходишь на сайт любого стартапа, и у тебя ощущение, что это, ну, условно, неважно, там, это Америка, Европа, что-то угодно, все что угодно, Россия, это все равно все на одном примерно языке с одинаковым визуальным кодом, но почему-то ты, значит, думаешь, что это вот как бы не Армения, а Америка. То есть, это вопрос просто интеграции людей в свои, ну, в другие культуры. И как бы... Это абсолютно нормально. То есть, ну, каждый раз еще и удивляемся, естественно, когда узнаем то же самое про белорусские компании, про украинские компании и так далее. То есть, вряд ли это именно армянская тема. Живя в России... Не-не-не, это в смысле любая. Поставь любую страну. Это правда. Слушай, Нарак, спасибо тебе огромное. Не знаю, я прям получил дикое удовольствие нашего разговора. Контекст такой, что я сегодня впервые за эту неделю встал так рано. Прости меня. Чтобы, собственно, мы смогли... Не-не-не, все супер. У нас отличаются часовые пояса теперь, потому что у нас перевели время назад, у вас впереди. Два часа разница, короче. Ну, я вообще... Это лучший способ проснулся. Спасибо тебе большое. Офигенный разговор. Вот. Это был подкаст от Вон Сайт. Это был Нарай Касликян. Меня зовут Годинг Скул. И всем до следующего выпуска. Пишите нам отзывы, оставляйте оценки. В общем, говорите. Можете нам какую-нибудь обратную связь дать. Спасибо большое. Спасибо. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok